Финальные штрихи и ароматный пирог к ужину готов. Софья, как главный шеф-повар, сама выбрала начинку и форму. С тестом помогли мама и старший брат. Готовить вкусности – добрая традиция многодетной семьи Медоковых. Сегодня домочадцы на кухне не в полном составе. Старшие дети уже живут отдельно. И всё же радуют родителей по праздникам, тортами и пирожными. Но с этого года аромат сладкой сдобы не так часто слышат в доме. Цены выросли. Покупка даже, казалось бы, базовых ингредиентов, таких как сметаны и сливки, существенно бьёт по семейному бюджету. Заработная плата просто не успевает за новой реальностью. С вещами-то уже немножко пока туговато, как цены выросли. Эти раньше маленькие одевали друг подружки, а сейчас уже это не оденешь. Они уже большие, взрослые. Я работаю на промышленном рынке. У меня торговая точка небольшая, магазинчик. Народу, конечно, мало. Торговля слабенькая. Ворочки мало. Соответственно, и получается, немало остаётся. Супруг работает в автозаводе. За четыре недели он работал всего четыре дня. Аналогичная ситуация во многих семьях. По данным Росстата, за 2021 год 41% россиян недоволен своей заработной платой. С учётом недавнего роста цен, можно догадаться, коэффициент лишь удвоится. Вопрос, что готовить, а главное, из чего, звучит всё чаще. Как пример, за неделю до зарплаты открываешь холодильник в надежде что-то приготовить. А из продуктов только майонез, консервация, которую когда-то вам привезли родственники, и одинокая банка тушёнки, которая до сих пор ждёт свой чёрный день. Вот и приходится фантазировать. С начала марта ульяновцы отметили резкий рост цен на белокочанную капусту, крупы, бананы, мясо, огурцы и помидоры. Если последние позиции сезонные, к ним вопросов нет, то с остальными всё не так просто. Плюс ещё сопутствующие расходы. Коммуналка, кружки из секций для детей, бытовая химия. А если вдруг болезнь, лекарства? На вещи сейчас уже совсем ничего не остаётся. Только продукты, естественно. А на какую категорию больше всего подорожания вы заметили? Ну, крупы, плюс овощи. Капуста – это вообще катастрофа. Ну, на продукты значительно выросли цены, потому что это заметно. На материалы строительные тоже заметно. У нас очень низкая составляющая, чтобы деньги могли позволить семье потратить в кино сходить с ребёнком или ещё куда-то. Сейчас это прям чувствуется. Начинают экономить в первую очередь. На чем? На еде. Правда же? На чём ещё экономить? Экономисты не берутся давать точные прогнозы. Цифры меняются почти каждый день. В одном уверены точно. Год начался с отрицательных показателей. Пока основной рывок инфляции пришёлся на март. Это 2%. За три месяца 2022-го. Это 8,9%. Специалисты опасаются. За год показатель может достигнуть 25%. То есть в этом-то и опасность инфляции. Классическая, что она просто обваливает реальные доходы населения. Особенно страдают, так скажем, граждане с фиксированными доходами. Ну вот, получатели пенсии, пособий, студентов в качестве стипендий. Другие различные фиксированные выплаты. Потому что индексация при двузначных темпах инфляции, она, конечно, становится уже нереалистичной. Инструкции, как не проснуться бедным и голодным, нет. Скупать всё подряд – вариант недолгосрочный. Деньги кончаются ещё быстрее. Да и срок хранения продовольствия небезграничный. По информации регионального Минсельхоза, цены стараются контролировать. Дефицита продуктов нет. Сахар и крупы вновь вернулись на прилавки. Остальные позиции также привозят согласно графику. Осталось лишь дождаться, когда люди позволят себе их купить. Александра Никитина, Александр Кудряшов, Артём Куранов, Уллправда ТВ.